Привет друзья! И снова у нас на обзоре самый дешевый 3D принтер из Китая ценой 85 долларов. Данный принтер по сути предназначен для подарка какому-нибудь школьнику, ребенку, для того чтобы он самообучался и как говорится приучался к электронике и к 3D печати. И вместо того чтобы тынялся где-нибудь в подворотне, занимался важным полезным делом. Но как оказалось данный принтер очень плохо работает с пола пластиком. Именно тем пластиком под которым он по сути и сделан. Но на мое удивление и удивление зрителей, данный принтер отлично просто печатает гибкими эластанами и флексами. Вот такими вот. То есть это по сути имитация резины. При этом детали получаются максимально точные, красивые. Честно говоря даже не поверишь, что они напечатаны на вот таком вот малыше. Дело в том, что на данном принтере стоит директ экструдер, который прекрасно тянет вот такие вот сложные материалы. Но сегодня мы постараемся разобраться с ситуацией, посмотреть в чем же проблема и сделать так, чтобы этот принтер запечатал и ПЛА и ПДЖИ пластиками. Самыми ходовыми в 3D печати. Для начала снимем корпус. Он здесь у нас сделан на защелках. Просто так чуть-чуть поджимаем и аккуратненько снимаем. Все очень легко и просто. Внутри у нас используются два вентилятора 25 на 7 на 12 вольт. Один для охлаждения детали, а второй для охлаждения шагового двигателя. Здесь используется 12 вольтовый шаговый двигатель 24BJY28. Но самое интересное это мощность этого двигателя. Ее более чем достаточно, чтобы проталкивать даже сложные филаменты. Обрите внимание как сделанная конструкция хот-энда. Здесь нет никакого радиатора. Радиатором по сути выступает вся металлическая конструкция вместе с мотором. Вот такие вот моторы стоят практически на всей системе. Я проверял часовым индикатором. Кстати точность подачи просто идеальная. Вот мы открутили наш подающий механизм. Давайте отсоединим все провода. При этом отдельно пометим провода термодатчика, чтобы не спутать с проводом от вентилятора. Чуть глубже под обмоткой также есть распиновка под шаговый двигатель. И вот так вот мы все отсоединяем. И вот перед вами подающий механизм этого малыша. Шаговый двигатель со всей номенклатурой. Два провода идет на нагреватель и термодатчик. И провода на шаговик. А теперь друзья самое интересное. Подающий механизм, который имеет простейшую конструкцию. Здесь у нас шестеренка. Кстати шестеренка немножко люфтит, обратите внимание. Из-за того, что у нас посадочное место на валу шаговика, немножко не точное. Ну и плюс сам механизм. Обычный подшипник. Здесь вот направляющее отверстие. И такой фидер по сути проталкивает все подряд. Теперь друзья переходим к самому интересному. Наш термобарьер, нагревательный элемент и сопло. Давайте открутим. Крепится двумя винтами. Вот так выглядит нагревательный элемент. То есть обычная керамическая трубочка. Идут нагревательные провода. Прогревается по окружности. И здесь у нас установлен термодатчик для контроля температуры. С одной стороны вроде конструкция неплохая. Но обратите внимание на зазоры. Естественно с такими зазорами никакого точного прогрева температуры не будет. И честно говоря сама конструкция очень сомнительная. Вместо такого сомнительного устройства возьмем стандартный наборчик. Термобарьер под тефлоновую трубку. Нагревательный блок коротенький от Е3ДВ5. И сопло от Е3ДВ6. Все это можно купить на Алиэкспресс. В самом дешевом магазине. Буквально там выйдет в 2-3 доллара максимум. Ну и плюс еще полтора доллара за более качественный нагревательный элемент на 12 вольт. Сам же нагревательный элемент мы можем подключить уже к готовым контактам. А можем подключить и напрямую к материнской плате. Что в принципе я и сделаю. С обратной стороны управляющего блока откручиваем. Открываем. Здесь тоже откручиваем материнскую плату. У нас используется 8-битная обычная штатная материнка. Кстати здесь можно подключить нагревательный стол при необходимости. И это очень хорошо. А вот и как раз наши 2 провода нагревательного элемента. Мы их откручиваем и аккуратненько вынимаем. Они нам сейчас уже не понадобятся. А вместо них подключаем провода от нашего нового нагревателя. Полярность здесь не имеет никакой разницы. То есть как подключите так и будет. Если попытаться вставить наш термобарьер. Видите он не садится до конца. Потому что отверстие слишком узкое. И соответственно наш термобарьер не идеально становится. Поэтому чтобы это исправить будем брать обычный надфиль. И буквально немножечко нужно распилить. И вот мы заострили наши края. Чтобы аккуратненько как в посадочные места вставить наш термобарьер. Вставляем тефлоновую трубку. Вставляем наш термобарьер. Он видите у нас вошел вообще просто идеально. И поджимаем заводской скобой. Пальцами поджимаем тефлон как можно сильнее. Обрезаем заподлицо. Но с небольшим остатком. Этот остаток подожмется соплом. И вот наш хотенд по сути собран. Остается его подключить и протестировать. Вставляем нагревательный элемент. Термодатчик возьмем заводской. Просто раскрываем. И вытаскиваем сам датчик. В некоторых нагревательных блоках есть специальное отверстие вот под маленькие такие датчики. Которые идеально просто подходят. В нашем же случае в нагревательном блоке отверстие слишком большое. Под 3 мм датчик. А нам нужно 2 мм. Будем использовать обычную пищевую фольгу. Заматываем наш датчик. Кусочек фольги. Тем самым увеличим объем до 3 мм. Как раз тот который нам нужен. И аккуратненько вставляем наш датчик. Теперь очень важный момент. Здесь используется блок питания всего лишь 12 вольтовый на 2,5 ампера. Это по сути 30 ватт. А нагревательный элемент мы поставили с вами на 40 ватт. Соответственно такой блок питания просто не подтянет. За 5 долларов я купил блок питания на 12 вольт и 10 ампер. Это по сути 120 ватт. Такого блока нам хватит запитать и материнскую плату, и нагревательный элемент, и даже мини стол. Если захотим потом сделать подогрев стола. Итак друзья протестирую я такую сборку. В принципе все подается, все классно. Но возник нюанс перегрева. Перегрева именно из-за термобарьера. Температура начала передаваться от нагревательного блока через термобарьер. Прямо на корпус, на мотор. Соответственно начали проблемы появляться. С пластиком ПЛА работать не получилось. Значит нам нужно сделать качественный теплоотвод. То есть нам нужно сюда поставить радиатор. Можем использовать вот такой вот радиатор. Здесь внутри раньше была резьба М6. Если вы используете термобарьер гладкий, то тогда вам придется сверлом просверлить 7 мм отверстия, чтобы его вставить. Если же вы не хотите ничего сверлить, можете использовать вот такой вот термобарьер, но только с резьбой М6. Он тоже продается, ссылочку на него скинуть. Мы просто вкручиваем в этот радиатор. К сожалению у меня нет под рукой сейчас термобарьера именно под 6 мм. Поэтому буду делать именно на гладком термобарьере. Но вам рекомендую использовать именно резьбовой. Это облегчит монтаж и уменьшит количество разных сверлений и так далее. И вот друзья мы насадили наш радиатор на термобарьер. Все очень достаточно неплохо село. Если у вас будет конечно резьба увы, вы просто его накрутите. Но в моем случае у меня гладкий термобарьер. Переходим к сборке. Вставляем тефлоновую трубку до самого упора. Одеваем наш термобарьер. Прикручиваем его с помощью заводской скобы. Хорошенько зажимаем, чтобы в процессе работы его не вытолкнуло. Нам остается отрезать только тефлоновую трубку. Еще раз поджимаем ее до упора. И отрезаем заподлицо с небольшим остатком. Вкручиваем наш нагревательный блок. Я решил не использовать очень широкое отверстие, а сделать именно 2 мм, какое оно должно быть. Просто сверлом немножко просверливаем в области нашего сопла. И благодаря этому будем получать максимальный точный результат по температуре. Сверху одеваем силиконовую защиту. Она не будет давать датчику выпасть в случае чего. И плюс защитит наши пластиковые детали от оплавления. Прикручиваем только на две верхние. Сейчас вы поймете для чего. Здесь у нас есть свободное место. И мы сюда можем поставить какой-нибудь маленький радиатор. Чтобы улучшить качество теплоотвода от наших частей. И тем более от мотора. У себя я нашел вот такой радиатор для шагового двигателя. Его можно купить, он стоит копейки. Оставляем 5 ребер и отрезаем. И в итоге у нас получится еще дополнительное охлаждение. Вот так вот прикручен у нас радиатор. Как я уже говорил, видите, я здесь небольшие вырезы сделал. Чтобы нам ничего не мешало при установке. Убрали мы обдув. Оставили один вентилятор. Для того, чтобы он обдувал как раз зону нашего термобарьера. Остается вопрос с концевиком. Выше получается мы урезали область печати по высоте. Соответственно до концевика не будет доставать. Итак, делаем вот такую пластинку. С небольшим отверстием 3 мм. Которая будет нажимать наш концевик. Ее можно сделать из металла, из пластика, из любых подручных средств. У меня есть кусочек металла, я сделал из него. Вставляем в пластинку и закручиваем на свое место. Запускаем в холм. Нам нужно докупить последнюю модернизацию. Он копеечный такой вот вентилятор 30 на 10 на 12 вольт. Его мы будем использовать для охлаждения именно детали. Но соответственно вот этот вот вентилятор обдува детали нам нужно запараллелить с верхним вентилятором. Таким образом эти два вентилятора будут работать постоянно. И обдувать наш радиатор и мотор. А вот этот вентилятор будет работать отдельно. Вот на этом проводе. И соответственно обдувать деталь именно тогда, когда это нам нужно. Согласно нашей программы слайсер. То есть вот так вот соединяем два вентилятора в один штекер. И ко второму, более мощному, мы подключаем второй штекер. Который будет обдувать нашу деталь. А теперь друзья важный момент. Обдув в нашей модели. Можно использовать вот такой вот вентилятор 30 на 10. А можно использовать улитку 40 на 10. Но у меня здесь на 24 вольта. А нам нужно на 12. Берете горячий клей. Фиксируйте, чтобы она дула в область сопла. И никаких заморочек больше не надо. Так как поток воздуха будет дуть как раз именно в нужное место. А сейчас я покажу вам как сделать обдув для вот такого вентилятора. Воруем вот такую вот крышечку на кухне. Металл здесь достаточно мягенький. Хороший. Очень легко с ним работать. Вот наш вентилятор. Прикладываем. И здесь у нас должно быть где-то 6-7 миллиметров с каждой стороны. Теперь делаем вырез. Конечно же можно распечатать уже готовый обдув. Но я вам показываю как сделать из подручных средств на первое время. Прочертили мы полосочки. Теперь делаем небольшие надрезы. Вот видите да? То есть уголочек такой. Теперь мы можем сгибать по вот этим линиям. Берем два винта М3 и две гаечки. А с помощью этих надрезов мы можем согнуть так как удобно. Намазываем наш горячий клей. И смотрим чтобы нигде лопасти клеем не зацепило. И вот такой вот друзья импровизированный тест. Смотрите как дует хорошо вентилятор. То есть обдув детали должен быть очень неплохим. И вот друзья момент истины. Мы запустили в печать наш мини принтер с пла пластиком серого цвета. Обратите внимание как укладываются слои. Ну просто великолепно. Геометрия отличная. Все в норме. Просто супер. Но как вы уже заметили на детали не присутствует наплывы. Вот такие вот друзья. Буквально первые пять слоев с переэкструзией. Это было до нашей модернизации. Проблема такой переэкструзии оказалась в люфте шаговых двигателей. Разработчики компании EZ3 поставили сюда 24 микрошаговые двигатели. У которых внутри стоят пластиковые шестеренки и создают люфт. Я не понимаю почему компания решила так сэкономить каких-то там полдоллара и не поставили вот такие 28 шаговые двигатели, у которых люфта практически нет. Итак, как же получаются такие наплывы. Ось Z когда отбивается в хом на нашем концевике, она замирает. После этого идет в центр стола на печать нашей модели. Но так как внутри нашего шаговика есть огромный люфт, то при поднятии на высоту слоя 0,2 мм, наша ось Z стоит на месте, пока не выберется весь люфт. И в итоге до пятого слоя у нас ось Z стоит мертвой. Соответственно слои накладываются друг на друга и получается вот такая вот каша. Раз я не смог механически устранить проблему люфтов шаговиков, я решил обмануть программно. В слайсе рекура мы выставляем высоту первого слоя 1,2 мм, но поток ставим 15%, именно первого слоя. Это значит, что после отбивания на концевике наша ось Z должна подняться на 1,2 мм. Но по факту она поднимется всего лишь на 0,2, так как остальной 1 мм будет выбираться за счет люфта. В итоге, друзья, мы получаем вот такую вот идеальную подложку без каких-либо наплывов, при этом красивую геометрию. На ось X я поставил вот какой-то пассивный радиатор. Который прекрасно справляется с охлаждением мотора. Такой же радиатор я поставил на ось Y. Но это, друзья, только на первое время. Дальше я закажу три вентилятора 30 на 10 или 25 на 7. И в итоге мы будем охлаждать уже вентиляторами эти моторы. Так как мощности блока питания нам более чем достаточно, мы можем смело подключить вентиляторы для обдува. Обратите внимание, как укладывается внутреннее заполнение. Да и внешняя геометрия просто великолепна. Это говорит о том, что наша модернизация головы хот-энда показывает себя просто с наилучшей стороны. Радиатор охлаждает термобарьер. Нагревательный блок работает вообще идеально. Благодаря такой модернизации мы добились мало того, что качественной печати, но еще мы сделали принтер универсальным. Он печатает PLA, PG и гибкими эластанами и флексами. И благодаря установке нагревательного блока от E3DV5 мы можем установить сюда любые сопла для E3DV5. Это, друзья, пример первой печати PLA пластиком белого цвета. Это заводской пластик. Качество печати, мне кажется, очень неплохое для такого малыша и бюджетного принтера. А вот, например, серого цвета печать. Здесь очень хорошо видно все косяки. Но мне кажется, что здесь вообще комментарии излишни. Никаких оплавлений у нас на дне практически нет. Заполнение идеальное. И вот, друзья, мы подходим к финишу нашей печати калибровочного кубика. Обратите внимание, как укладываются слои. Особых косяков я вообще не замечаю. Учитывая, что этот дешевый бюджетный принтер, самый дешевый в мире. Но печатает очень и очень достойно. После наших модернизаций. Вот такой вот калибровочный кубик. XYZ. Обратите внимание, здесь у нас смещение слоя произошло. Запутался филамент. И, соответственно, мотор просто не смог протащить. Вот мы убрали подложку. Посмотрите, какая достаточно гладкая поверхность. Но, честно говоря, даже не ожидал. Очень неплохая печать. Ну, за исключением, конечно, смещения слоя. Но это вина на мотке самого филамента. Но рекомендовать к покупке такой принтер не могу. Потому что он требует определенных навыков 3D печати, прямых рук и, соответственно, дополнительных капиталовложений. Где-то порядка 20 долларов нужно вложить в него, чтобы он начал печатать всеми видами пластика. Поставить качественную голову, охлаждение для моторов и более мощный блок питания. Кстати, блок питания можно взять и на 5 А. Его будет более чем достаточно. А вам, друзья, рекомендую подкопить немножко денег и купить более-менее адекватный принтер. К примеру, аналог Ender A3 Tron CXY2 Pro, который имеет огромную область печати 255х255. Подогреваемую кровать. Установлен на него титан экструдер. Нормальные шаговики. Хороший экран. В принципе, комплектация очень и очень достойная. И такой принтер станет прекрасным подарком не только школьнику, но и взрослому. Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забудьте поставить лайк. Подписаться на канал. С вами был Макс. До новых встреч. Пока.